Если вы хотите быть в курсе событий, происходящих в Одессе и в Украине, то вы смотрите нужное видео и нужный канал. Спасибо за лайк и подписку. Весь поздний вечер 8 ноября и ночь 9-го у нас была очень тревожная и опасная обстановка. Одессу массово бомбили дронами камикадзе. Были сбития шахедов, к сожалению, были прилеты, были пожары, были разрушения. Кто хочет знать подробности происходящего, смотрите, пожалуйста, предыдущие ролики, ссылки на которые будут в конце этого, в левом и правом нижнем углу. В ночь с 8 на 9 ноября Российская Федерация бомбила Украину дронами камикадзе, районы Пуска, Приморск-Октарск, Орел, Мыс, Чауда, Крым. Всего был запущен 51 ударный дрон. Воздушные бои проходили в пределах Одесской, Николаевской, Дипропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Полтавской, Венецкой, Черкасской и Тернопольской области. В ходе многочасовых воздушных боев силам и средствам нашей противовоздушной обороны удалось уничтожить 32 ударных беспилотника. 18 дронов были локационно утрачены из-за активного противодействия средствами радиоэлектронного подавления. В результате ночной бомбежки Одессы дронами камикадзе погиб один человек. 13 получили ранения различной степени тяжести. Сейчас перед вами кадры съемки 9 ноября утром. Последствия прилетов дронов камикадзе по Одессе. Как вы видите, во всех многоэтажках выбиты окна. Большие повреждения получили также квартиры, которые находятся с 1 по 5 этаж. Основные повреждения в квартирах – это обрушившиеся потолки и выбитые окна и двери. Одессу бомбят уже третью ночь подряд массировано дронами камикадзе. Но именно этой ночью, 9 ноября, огромное количество многоэтажек получили серьезные повреждения. По той информации, которая поступает, уже понятно, что пострадал в основном жилой сектор, жилищные комплексы. Это были главные новости из Одессы. Моим дорогим соотечественникам и землякам. Мирного неба, всего самого наилучшего. Берегите себя, дорогие мои. И даст Бог. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok